Я прожил 100 дней в бесконечном океане на этом маленьком плоту, где каждую секунду моей жизни меня пытаются съесть. Именно поэтому я должен быть крайне осторожен и прокачивать свой плот до настоящего корабля. Ведь меня ждет далекое путешествие, новые острова и безумно страшные боссы. Но кое-что странное здесь творится и у меня есть ровно 100 дней с этого момента, чтобы успеть. Я не могу поверить, что после того, как я прожил 100 дней, превращаясь каждый день, меня закрыли в пустом океане, где не то чтобы нет ресурсов, здесь нет никого. Теперь только я и ветер. Хотя ладно, я бы не сказал, что это пустой океан, как минимум я на четырех блоках и это уже неплохо, а как максимум я вижу акулу. Ну вы просто скажите, что ненавидите меня. Собственно да, я появился на вот этих четырех блоках, у меня одна бочка и что это такое? О, это люки. Как полезно, когда в своем мире 4 люка и больше ничего, серьезно. Я видел акул, я видел акул вокруг моего острова, если это можно так и вам назвать. И просто растения, маленькие рыбки и одна бочка, в которой уточка. Отлично, видимо самое время остановиться рыбаком. Что? Посмотрите, я взял удочку в руки. И тут начали появляться предветы. О май гад, я могу рыбачить, да ладно. Неужели мне нужно теперь рыбачить и получать морскую траву? Это мои подводные алмазы. По крайней мере я там вижу гнилую плодь и судя по всему это то, чем мы будем питаться в ближайшие 100 дней. Эй, она еще от меня уплыла. Да, окей, знаете что? Это не так уж и легко рыбачить, как вам может показаться. Отлично, иглобрюх имеется. Как насчет полезных предметов? Опа, там я вижу дерево. Отлично, ребята, мы получили первое бирюзовое бревно, супер. У нас есть немного дерева, положим его в бочку и продолжим. О, искать предметы, серьезно? Окей, зарыбачим Немо и следующим у нас идет топор. Я там вижу мой любимый верстак и хотелось бы до него дотянуться. Но проблема в том, что если я кидаю удочку... Давай, давай, давай. Нет, она не дотягивается, она несправедлива. Ладно, я могу в принципе туда поплыть, потому что я не вижу нигде акул. Окей, в целом, вроде как вода безопасна. Поплыли, мы отправ... Бля, эй, эй, что, что? Что? Откуда? От нее не было? Ее не было. Два хп, два хп. Плывем. О май гад, все, я умру. Я умру из акулы. Вы что, издеваетесь? Я умру из акулы? О май гад, просто уплываем. У меня... О, 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 два сережка. Два сережка, пожалуйста. Мой плот. О, о, пол хп, одно хп, одно хп. Боже мой, откуда эта акула взялась? Откуда ты вообще появилась? Ее рядом со мной не было. Ее рядом со мной не было. Но как только я прыгнул воду, она чуть меня не съела. Я только что чуть не умер, и у нас уже наступает закат. Отлично. О, тихо. О, 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 о май гад, все, 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 больше. Никакой воды, спасибо. В этом мире только океан, и это все, что может меня убить. Следовательно, у меня всего четыре безопасных блока. Красивейший закат, и только тропическая рыба, которую я могу поесть. И теперь, когда наступает ночь, мне становится еще страшней. Я не вижу этих акул, то есть они появляются тогда, когда я спускаюсь вниз. Я вижу вдалеку свою муку, и самое интересное, что с ней играют акулы. О май гад, серьезно. Я вижу еще часы, они играют с часами. Что за, что за ужас? Они еще и воруют мои предметы. Да вы вообще не хотите, чтобы... Она что, танцует? У нас уже скоро наступит рассвет, а я всё ещё не могу выловить эту костную муку. Правда, даже если я её выловлю, у меня один только к ней вопрос. Зачем? Зачем мне костная мука в мире, в которой у меня абсолютно нечего выращивать? Тут реально 4 безопасных блока, а всё остальное это просто ужас. Я вижу поблизости печенье, и я ещё никогда в жизни не был так сильно рад печенью. Вау, красивейший рассвет это, видимо, второй день, и мы всё ещё живы. И, наверное, ненадолго. Я постепенно прокачиваю свой плод, правда, он выглядит немного странно. И абсолютно из разных блоков, поскольку у меня разные блоки влавливаются в океане. И как-то ещё того, чтобы забрать себе... Оп, один блок доски, стоп, подожди. Один блок доски, и также нам бы, наверное, не помешали палки для создания каких-либо... Нет, инструментов моя удочка! Всё, я потерял единственную удочку. Я вижу золото! То есть вы хотите сказать, что я вдали вижу золото? Также я вижу еду, но я не могу это всё забрать, просто потому что у меня сломалась удочка. Стоп! А новой тут нет? Давайте выйдем. А новой тут нет? Видимо, нет. Посмотрите на мои сердечки, они просто дрожат. И самое интересное, что мне придётся идти реально за этим золотом. Мне придётся плыть, потому что у меня нет ничего для создания удочки. Значит, мне придётся плыть, окей, я не вижу акул. Я не знаю почему, но они как будто невидимые. Сзади меня? Окей, за меня нет акулы. Быстрее, забираем обратно. Окей, я не вижу нигде акул. Я не знаю... О, зади меня. Акула, 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 акула. О, 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 оммайгад, о, майгад. Половина, половина хп. Можете поздравить меня официально с первой бухгалкой хлеба, которую я смог съесть. И посмотрите, в моей жизни они восстанавливаются. Тем временем я обнаружил два интересных предмета. Это земля, а также саженец. Кому нужны алмазы, когда есть земля? Я могу в целом её посадить, и тем временем у нас будет выращиваться дерево. Неужели хоть какие-то предметы, которые мы будем выращивать сами? Также берём костную муку. Погнали. Только не разрушь, пожалуйста, мой плод. Я смог найти себе печку. Ну что самое интересное, я смог найти себе очень необычный крафт. Внимание, я открываю верстак. И помимо обычных и привычных предметов, я нашёл дубовый штурвал корабля. Он создаётся из палока дубового забора из золотого слитка. И секундочку, эти предметы в теории у нас есть. Так, поскольку на один забор мне не хватит, придётся немножко аккуратно пожертвовать частью. Ой, 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 своё плодо. Быстро назад, окей. Акулы куда-то уплыли. Мы теперь берём ещё дубовые доски, создаём себе новый забор. И в теории я выставляю палки сюда и три дубовых забора. Есть! Мы получили дубовый штурвал корабля. Я не знаю, что эта штука делает, но он выглядит очень интересно. И скорее всего, прости меня, сожнись, придётся заменить тебя на эту штуку. Теперь, когда у нас имеется штурвал, мы просто берём, получается, ставим сейчас сидушку такую. Опа, берёмся на штурвал. И, оу май гад, посмотрите. Я реально плыву. Только как теперь на нём рулить? Секундочку, я могу. О, да, заруливать налево. Летс го. Я теперь как реальный моряк. О, я не вижу берег. Как вы правильно поняли, теперь я могу утонуть не только в воде, но ещё и на своём плоту. Потому что он постепенно наполняется водой. И, судя по всему, если он будет становиться тяжелее, мы будем реально тонуть. Смотрите, я тут даже вижу где-то радугу. И кажется, я там вижу, секундочку, опа, какие-то блоки. Я там вижу блоки, и там есть какой-то берег. Давай, мой плотик, я в тебя верю. Окей, мы почти доплыли. Мы почти доплыли, правда, мы, конечно, плывём со скоростью черепахи. Но главное, что мы плывём и не тонем. И так аккуратно. Можем здесь пришвартоваться. И теперь, давайте посмотрим, вокруг вроде акул нигде нет. Нужно быстренько исследовать этот корабль. Это какой-то заданувший корабль, возможно, в котором будут лежать какие-то ресурсы. Аккуратненько. Ты ныряй вниз. Так, сундучки, отлично. О, май гад, пшеница. Еда, да ладно, броня. Я вижу ещё и третий сундучок. О, май гад, да ладно, железо. Золото. Рудый. О, май гад, всё. Я нашёл ресурсы. Неужели? Я нашёл ресурсы в этом подводном... О, там акула, там акула. Бежим, быстрее, быстрее. О, май гад, там акула. Там акула, там акула. О май гад, у меня мало хп Каким образом она меня так жёстко укусила Что это за акула таранту, окей Нужно аккуратненько знать и что Нужно отсюда плать, берём наш штурвал И уплываем, дамы и господа Я вижу берег на горизонте Посмотрите, там реально маленький островок Между прочим, он реально безумно-безумно маленький Но самое главное это то, что тут хотя бы есть одно дерево Хоть что-то мы сможем залутать, а также У меня имеется верстак, в котором я могу в теории создать себе Какой-нибудь нагрудник, нет, нагрудник у нас уже есть Сделаем себе штаны и принимаем Для меня мелкий остров, видимо у меня появился хотя бы Маленький шанс на выживание, я могу хотя бы Струбить это одно дерево, всё, пришвартуемся пока что И надеюсь здесь акулы меня не достанут Быстро, струбим первое дерево И наверное будем пока что здесь выживать Я думаю хорошая идея нам создать одну кирочку для того, чтобы мы Отправились в какую-нибудь шахту, может быть нам повезёт И мы даже найдём какой-нибудь камень Это будет редкость, наверное, для этого выживания Вы не поверите, но я его нашёл, да, окей, у нас имеется камень И желательно, чтобы мы добыли себе как можно больше Для того, чтобы мы сделали себе печку Видите ли, мне не обязательно умирать с голоду, поскольку я нашёл кое-что интересное Ламинарий Извините, но стейков здесь нет Дело в том, что ламинарий как раз таки можно раздобыть под водой Очень даже легко из этих непонятных растений И благодаря этому ламинарию мы можем создать себе источник еды Внимание, если его переплавить То мы сможем получить сушёную ламинарию И также спрута, который... О, боже мой, что ты делаешь? Что ты себе позволяешь? Почему он танцует на моём плоту? Мне кажется, мгновенная карма сразу же его постигла Потому что он пришёл и ушёл Стоп, секундочку, мне кажется ли... Оу май гад, мой плот постепенно тонет Судя по всему, чем тяжелее он становится, тем реально он больше тонет Из-за печек и теперь даже таблишку тяжело прочесть Правда, когда мы нашли затонувший корабль, в нём было что-то очень интересное А именно вот этот неизвестный блок И мне кажется, что он так же, как и этот блок Связан как-то с моим плотом То есть в теории его можно просто как-нибудь поставить И вуаля, ничего не произошло Как оказалось, эти штуки крафтятся очень легко Причём, используя всего лишь 4 нитки и одну доску Мы получаем 16 этих предметов И судя по всему, эта штука нам нужна как раз для нашего плота Потому что, внимание, каждый раз, когда я ставлю один такой блок Наш плот как будто выравнивается Я думаю, пришло время добывать наши оставшиеся два деревья на острове Это Буся и Муся, простите, пожалуйста Мне придётся вас забрать с собой Также я немножко прокачал свой плот И посмотрите внимательно Оу мамасита! Он начинает быть похожим постепенно на полноценный корабль Сарженцы тоже заберём с собой Потому что сарженцы это жизнь Они нам могут пригодиться И мы отправляемся искать себе другую сушу Надеюсь, что это не единственный остров И... Оу, нет, только не это У нас начинается дождь и неужели я теперь как реальный моряк Буду плыть в шторм? А молнии уже лишнее было Кстати, пока я пытаюсь не умереть в этом бесконечном океане Я хочу сообщить, что на моём сервере RaidMind Произошла полная очистка всех миров А это значит, что вы можете подключиться И начать своё выживание с нуля И заодно встретиться со мной Так что IP моего сервера всегда находится в описании Вход только с компьютеров И вам даже не нужна лицензия А также на нашем сайте tumkestore.ru Недавно появилось полно школьных товаров Которые вы можете заказать в 99% стран мира И на абсолютно любой возраст Так что если вы хотите поддержать мой сервер и мой мир То скорее открывайте описание под этим роликом Вы только посмотрите на шикарный закат Который вот от вас надвигается И стоп, секундочку Э, что это такое? Вы тоже это заметили? Там кто-то есть Что там есть, собака? Секундочку, что там дел... О, май гад, какой красивый закат Секундочку Что там делает за... Собака на необитаемом острове Ты откуда? Откуда тут реально одна собака? То есть остров? Ничего вокруг нет И только одна собака Вот кто её родил? Я даже не могу её оставить В такой красивейший закат одной Потому что, посмотрите Наверняка тебе ночью страшно О, я возьму тебя с собой Окей Я назову тебя Бобрик У меня есть три кости Но я не уверен, что смогу его приручить Поэтому раз, два, три Ёлочка, гори Я не буду уходить с этого острова До тех пор, пока не выловлю Смен необходимое количество костей Для моего Бобрика Да ладно Ещё две Я всю ночь рыбачил Ему этого недостаточно Ладно Я не вижу больше костей Подобываем также немножко ламинария И посмотрите на этот дождь О, вот это хорошо Вот это реальная красота Пока меня не съели акулию Быстренько давайте соберём Весь этот ламинарий Потому что это наш обед На ближайшие сто дней Я вижу ещё одну кость И вместе с ней кстати О, я вижу лодку Отлично О, нет, 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 нет Смотрите, где она? Я видел акулу О, да, смотрите Она сразу попыталась меня укусить Окей, больше в океан Прыгать мы не будем У меня есть две кости Пожалуйста, Бобрик Сделай мне одолжение Есть! О, май гад Друг человека есть У меня появился друг А ещё у нас снова дождь Итак, я припаркую свой корабль Более удобно для нашего Бобрика Чтобы он мог на него Оп, залезть И теперь давайте проверим Будет ли он на него залазить Давай, Бобрик, пойдём за мной Мы отправляемся в лучший мир О, боже, вы что это за молнии были Я думаю, Бобрик безумно раду Что делает рыба? Что делает рыба? Она, слушай Ладно, подруга Я тебе спойлерить, конечно, не буду Но ты можешь умереть Так что аккуратненько Давай, Бобрик, запрыгивай Теперь, когда Бобрик у нас на борту Самое время его посадить Это твое вип-место А мы тем временем Пожарим всю сушёную ламинарию Чтобы было чем поесть Я вдали вижу какой-то берег Или, по крайней мере, что-то Похожее на берег Что это такое? Такое ощущение, будто бы это О, о, это О, май гад О, май гад Это не берег Это не берег Что это такое? Это огромный корабль О, Бобрик, Бобрик Бобрик, разворачивайся Бобрик, разворачивайся Что это? Гигантский корабль Йоу Там ещё какой-то разбойник О, май гад Если бы меня заметил Бобрик, плыви Мне кажется, мы разворачиваемся Мне кажется, мы просто разворачиваемся Йоу Огромный корабль Посмотрите на мой маленький плот И посмотрите на корабль Окей, Бобрик Это должны быть какие-то пираты Вон он Один главный пират О, боже мой Огромный корабль Который так же движется, как и мой Только у меня маленький плот, а у него огромный корабль. Я не знаю, что это мне делать, но я и начинаю плыть за ним. Окей, я поплыву за огромным гигантским кораблем. Бобрик, будь готов. Возможно, нам придётся драться, правда. У меня только каменный топор. Всё, встать всех наверх, Бобрик. Мы отправляемся с каким-то пиратом в плавании. Возможно, мы будем с ним драться, только я не могу понять, почему он один. Вряд ли на огромном корабле только один пассажир. Он припарковался у какого-то острова. И посмотрите, о май гад, его там поджидают даже какие-то скелеты. Что это за место? Мы нашли какой-то остров, на котором живут пираты. Отлично, мы пришли по адресу. Нужно аккуратненько проплыть быстрее мимо всех этих скелетов, которые меня не заметили. И что это за огромный остров? Окей, мы что-то нашли. Судя по огромному кораблю, здесь явно живут пираты. И нужно аккуратненько спрятаться. Бобрик, если мы не выберемся отсюда живыми, ты больше никогда не получишь косточку. Так что, пожалуйста, если что, охраняй меня тоже. А я думаю, самое время нам где-нибудь припарковаться. И понаблюдать, что на этом острове творится. Смотрите, там какие-то строения, какие-то мосты. Аккуратненько паркуемся здесь. Нужно быть тихим и не вызывать особых подозрений, потому что если... Опа, меня заметят. Нам, скорее всего, хана. Куда он идёт? Что это за место? Это, видимо, остров пиратов, и он отправляется в какой-то дом. Или что это за место? Там ещё какие-то скелеты. Ладно, нужно быть осторожными. У нас уже наступает вечер, и нам нужно где-нибудь спрятаться. Если меня тут найдут, меня сразу убьют, потому что посмотрите на остров. Они явно продвинуты. Их цивилизация более прокачена, чем моя. У меня только бобрик и бочка. И то почти пустая. Вы только посмотрите на этого скелета, который мечтает в меня попасть, но он его колбасит под водой. Поэтому он не может меня убить. Я на движущемся плоту. Самое время нам припарковаться где-нибудь здесь, в не особо людном месте. И, бобрик, ты будешь охранять эту территорию и наш плод для того, чтобы его никто не украл. А я ухожу. Если что, рычи и обязательно кусай. А мы быстренько поднимаемся наверх. Там был как минимум один пират. А даже наверняка где-то есть сокровище. Пираты же его украли. Нам нужно аккуратненько исследовать данный остров, без того, чтобы мы стали замеченными. Поэтому, что это за тропинка и куда она ведет, секундочку. О, боже, там какой-то скелет. Стеньте на руках, серьезно? Окей, уходим оттуда. Уходим, нет, 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 там на смотровой площадке какой-то скелет с динамитом. И очень возможно, что он будет его кидать. Поэтому идем с другой стороны, с которой, наверное, никого нет. Кроме секундочку одного человека. Кто это? Это куда разбойник? Это разбойник, который держит в руке какую-то бомбу. Вы видели? У него в руке что-то непонятное. Окей, с этим островом что-то не так. У него бомба и факел. Что-то мне подсказывает, что на этом острове патрулируют разбойник. Они охраняют территорию, поэтому аккуратно. Нам нужно без особого шума. О, боже, где мы находимся, ладно. Нам нужно аккуратно пробегать без того, чтобы мы стали замеченными. И надо исследовать это место. Тут различные здания. Надо зайти вовнутрь, посмотреть, что там есть. Будет очень смешно, если мы сможем ограбить в итоге пиратов. Окей, аккуратненько. О, что такое? Какая-то дверь, быстро заходим сюда. И что? Я нашел сокровище. Как-то было быстро. Я реально нашел сокровище. Золотые блоки забираем. О, май гад. Мы заберем с собой золотые блоки. У нас будет хоть какая-то нормальная броня. Более того, мы сможем сделать себе золотые яблоки. А также вот какой-то сундук. И еще больше золота. Секунду. Сколько золота? Компас и карта сокровищ. Надо быстро все забирать и уходить. Нужно быстро все ломать. Потому что совсем скоро наверняка меня спалят пираты. И будут меня убивать. Поэтому нужно срочно сваливать. Мы прокачаем наш плод. И наш корабль станет таким же огромным, как у них. Потому что я не могу знать, я чувствую себя некомфортно. Я не уверенно чувствую себя в океане, когда у меня маленький плод. А тут такие гиганты с огромными парусниками. Меня очень смущает персонаж, который там передвигается. И скорее всего, тихо, это какой-то патруль. Окей, тут какой-то дом. Это здание, в котором живут пираты. Тут никого не видно. Окей, безопасная территория. Надо что-то украсть. Что-нибудь бочки пустые? Сундук. О, май гад. Динамит. Какой-то непонятный пистолет. Что? Окей, мы все заберем с собой. Это первое ограбление пиратов. И вряд ли им это понравится. Так что быстрее-ка отсюда убегаем. О, что? Тревога. Чужой. В смысле, чужой? О, нет, меня заметили. Меня заметили. Бежим, боже, что это за звуки? Что это за ужасные звуки? Это что? Какая-то доисторичная сигнализация? Боже мой. Это какая-то сигнализация об оригинале. Бежим. Нужно быстрее на свой плод. Нужно быстрее на свой плод. Боже мой. О, что? Вот раздережка. Он в меня что стреляет? О, боже мой, он в меня стреляет. Это какой-то ужас. Пираты. Так еще и с оружием бежим. О, бежим быстрее. Если он сейчас увидит мой плод, он скорее всего попытается его сломать. Так, Бобрик. Бобрик, я не знаю, где ты? Надеюсь, ты? Вы без опасности? Прыгай в воду. О, боже мой. Окей, я жив. Быстренько. Бобрик, нам нужно бежать. Бобрик, нет времени обвинять. Просто быстрее поплыли. Посмотрите на него. Он сзади меня. Боже мой, он плывет за мной. Он реально за мной плод. Он стреляет, он стреляет. О, он стреляет, пожалуйста. Не попади в меня, окей. Сзади меня блоки. Он в теории не должен меня попасть. Бобрик, почему ты не кусаешь? Судя по всему, он и сам испугался. Как вы понимаете, несмотря на то, что мы в океане, мы здесь не одни. Именно поэтому нам нужно перекусить. Аккуратненько восстановить свои нервы. Я вижу какой-то непонятный островок. И я вижу еще маленькие островки из песка. Мы залутали карту сокровищ. И она показывает, что в этом острове есть какой-то клан. Мне кажется, во мне кипит больше кровь пиратов, чем у самих пиратов. Потому что мы уже успели ограбить пиратов. И сейчас мы еще украдем их клан. Я вижу какой-то красный флаг. Скорее всего, там что-то есть. Окей, я не буду рисковать прыгать в воду. Потому что, несмотря на то, что я не вижу акул, они почему-то скрываются и постоянно вылазят. Это место довольно таинственное и немножко страшное. Поэтому будем очень осторожными. Аккуратненько, быстро. Окей, нужно найти, где здесь находится клад. И скорее всего, где-то под песком. Поэтому стоп, назад. Раз у меня так много золота, мы потратим его на создание лопаты. И этой лопатой мы будем выкапывать здесь все. Хотя для вас мы немного ускорим этот процесс. Опа, я что-то нашел. Как раз и своей последней лопатой. Мне пришлось потратить безумно много лопат. И посмотрите на эти острова. И я их просто испепелил. Самое главное, чтобы что-то нашли. Тут реально есть сундук. И в нем... Тотем бессмертия. О, боже мой, тотем бессмертия. Какая-то сабля. Алмаз, золото, слитки и зубрут. Кайф. Я прибылаю на какой-то берег. И знаете, мне нравится эта атмосфера. Мне нравится обстановка тогда, когда меня не пытаются убить. Возможно, мы можем даже ненадолго тут остановиться. Дима тут три дерева. Но... Текуточку, я вижу акул. Окей, тут есть акулы, тихо-тихо. Окей, я так понимаю, что туда спускаться не стоит, ладно? Аккуратненько припарковываемся прямо около острова. Почему-то именно около этого острова. Огромное количество акул. Там еще что-то есть, ладно? Тут есть маленькие берега. И их пасут акулы. Для того, чтобы мы не могли на них остановиться, ладно? В принципе, есть пару деревьев. Мы можем их добыть. Теперь у меня имеется пальмовое дерево, которое можно превратить в пальмовые доски. И их возможно использовать в будущем. Йоу! Для постройки, возможно, нового плота или нет? Нового корабля, потому что в скором времени мы будем прокачивать наш плот, пока он не станет сначала кораблем, а потом круизным лайнером. В ближайшие три дня я встречал рассвет и закат и со своим единственным другом Бобриком. И, знаете, я размышлял, а как мне выжить в мире, который состоит целиком из океана и страшных пиратов? Что же, временно я бы основался на этом маленьком островке, но, знаете, это была ошибка, потому что совсем скоро меня нашли. Я такой сижу, значит, хаваю кокосы вместе с Бобриком, и вдруг посмотрите, что я увидел левым глазом. Огромный, огромный корабль, и он почему-то движется в мою сторону. Окей, бежим, что он делает? Что? Бобрик, что он должен делать? Быстро, Бобрик, вставай, кажется, нам пора отсюда уходить. Мне кажется, он, о, нет, он движется к нам. Бобрик, быстрее, Бобрик, не паникуй. Ладно, Бобрик, 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 быстренько сюда, нам нужно уплывать, пожалуйста, ко мне. Они совсем уже близко и нереально к нам приближаются. Окей, в теории, забираем все костер, забираем все костер. Боже, я так долго копил эту шерсть, Ладно, быстренько. Хотя бы несколько блоков, все, бежим, окей, я понял, Бобрик. Быстренько уплываем, пока они нас все не съели. Посмотрите на этот ужас, это пираты. И бежим, секундочку, он не один, смотрите, там их несколько. О, май гад, только не это, их много. Окей, их много, быстро уплываем. У нас начинается дождь, и, о, нет, только не шторм, только не этот шторм, окей, ужас. Они плывут прямо с нами, они плывут за нами, видимо, это те самые пираты, которых мы ограбили. Окей, судя по всему, они хотят мне отомстить. Быстро уплываем, окей, Бобрик, что нам делать? Мы очень маленький плод, мы медленно передвигаемся, и там что, еще какой-то кораблик? Окей, мы медленно передвигаемся. Как именно мы от них уплывем? Боже, мне страшно! Я вижу всю эту картину и понимаю, что шансов у меня немного. Огромный корабль позади меня. Прямо сейчас все, что я могу сделать, это просто плыть прямо. Просто плывем вперед, у меня есть кокосы, и больше ничего. Мне кажется, я слышал выстрелы, они еще и стреляют. О, смотрите, там их главарь! Вы посмотрите на этот ужас! Окей, я вижу какие-то частицы, мне кажется, что меня стреляют, да, в меня явно стреляют. Они пытаются меня подбить, они пытаются меня подбить, и, оу, я его вижу. Это главарь, который стреляет у меня какими-то пушками. Мне это очень сильно не нравится, потому что, к сожалению, как бы сильно я не пытался, они нас уже догнали. О, мой гад, нет, они, о, нет, они нас уже догнали. Они же здесь что? Он прыгнул на меня! Мне кажется, это финиш, мне кажется, это просто финиш, боже мой. Два сердечка, у меня ровно два сердечка, я прыгнул в океан, и есть ли тут акулы, я прямо сейчас умру. Всё, я в океане, и где этот босс? Бошечки, мой, какой ужас! Быстрый, как у себя бихляем. Там очень много их помощников. И это какой-то капитан, причём у него безумно много жизней. Единственный способ его убить, наверное, только под водой. Но у меня два сердечка, два всего лишь сердечка, окей. Слишком опасно. Он призвал своих помощников. Кто-то такие. Это какие-то скелетроны. И один скелет, причём, сидите на голове. Аккуратненько. У меня где-то в бошке лежал пистолет. Если я его возьму, возможно, я могу убить его его же собственным пистолетом. Аккуратно в него стреляем, окей. Его же пушкой сначала мы убьём его помощников, отлично. Одного помощника убили. Пришло время убить тебя. Как бы сильно ты не хотел меня убить, то под водой у меня явно преимущество. Потому что аккуратно я могу в него стрелять, отлично. У него столько сабля. Твои испанские усики тебя не спасут. Да, тебе не понравилось, что я воровал твое сокровище. Но как тебе понравится то, что я просто тебя убью, боже мой. Сколько вещей, посмотрите, сколько вещей. Сколько всего-сего посыпалось. Алмазные блоки, датэм бессмертия, ещё один. Вот это точно красота. Да, смотрите, сколько ресурсов на полу, и, кстати говоря, это ещё не всё. Там ещё два скелета, которых нам нужно убить, и наверняка этот корабль теперь мой. Вы даже не представляете, дорогие скелеты, что только что подарили мне свой корабль. Потому что прямо сейчас, если я возьму какие-то блоки, в теории я могу подняться и теперь... Э, секундочку, куда он уплывает? Куда он уплывает? Секундочку, я только что убил твоего капитана, кто ведёт корабль? Как вы поняли, на меня только что напали пираты, пока я тихо себе развивался. Несмотря на то, что я убил одного главаря, их капитан, видимо, всё ещё жив. С этого момента я понял, что я ещё просто не готов ко всем опасностям этого мира. Поэтому я поднялся в далёкое плавание и в последующие дни прокачивал свой плот до настоящего корабля. Мы немного прокачались. Да, как видите, теперь мы прокачались с маленького плота до большого корабля. Но поверьте, нам ещё очень далеко до круизного лайнера. И знаете что? Я вижу ещё какой-то берег, но это не самое... А, интересно, нет! Я выполз с корабля, секундочку. Нет, остановись! Чтобы вы понимали, он теперь плывёт без меня. Я нашёл, оказывается, какой-то автопилот. И он реально может плыть без меня. Но верни меня на базу! Придётся использовать каскадёрские фокусы для того, чтобы забраться на свой собственный корабль. Всё, мы забрались. И как вы можете видеть, теперь мой корабль реально большой. То есть огромный корабль с оранжевыми парусами. И самое интересное, что он немножко кривой. Ну, совсем немного. Именно для этого у нас имеются специальные блоки, которые называются поплавок. И благодаря этому поплавку... А, аккуратно! Нужно опередить мой корабль! Стой! Нужно аккуратненько расставить эти штуки под кораблём. Тогда у него будет больше веса. И он не будет больше наклоняться. Поверьте мне, крайне необычное ощущение, когда твой корабль уплывает без тебя! Стой, подожди! Подожди, подожди! Там где-то был остров. И нам нужно на него забраться. Окей, аккуратненько. Тактика галактика. Поднимаемся на свой. Давай, давай! Нет, нет, нет! Не достаю! Фух, да. Примерно так проходит выживание на одном плоту. Йоу! Это какой-то большой остров, тут ещё какой-то корабль? Что это такое? Главное, чтобы там тоже не было пиратов. Кстати говоря, смотрите, у нас палубу затопило. Свистать всех наверх! У нас остров за бортом! Окей, мы приплываем. Я не знаю, что это за остров, но посмотрите. Там какая-то статуя! Окей, я уверен, что кто-то живёт. Аккуратненько припарковываемся примерно здесь. И теперь мы можем уходить. Я надеюсь, что никто не украдёт мой корабль. Пока меня здесь не будет, у нас начался дождь, и это немного страшно. Я решил дождаться нового утра, потому что посмотрите на эти огромные гигантские корабли. У них тоже есть корабли, причём они очень большие. Они больше моих. Знаете что? Мне кажется, я в этом океане, как рыбка Нему, а они мегалодон. Я вроде нашёл какой-то город, и надеюсь, тут не будет пиратов. Потому что я вижу вдали каких-то жителей. Да, это похоже на местный базар. Какой-то базар, в котором закупаются жители. Здравствуй, путешественник! Сегодняшний товар дня! Дорогие книги! Успей купить всего за 30 золотых слитков! Всего за 30 золотых слитков? Всего лишь! Окей, он хочет меня ограбить. Он хочет меня ограбить. 30 золотых слитков. Дорогие книги! Что ещё за дорогие книги? Знаете что? О, у меня есть с собой золото. И это почти всё, что у меня есть. Что не отдашь ради знаний? Всё равно мне золото не особо нужно, так что отдаём ему практически всё, что у меня есть. Забирай! И где мои книги? Он что, меня кинул? А нет, смотрите, не кинул, смотрите. О, выбросил, выбросил. Окей, мне выпадают книги. О, май гад, острота 5. Чего? Воспламенение. Защита 4. Я думаю, мы неплохо обменялись. И, возможно, даже выгодно, потому что я получил книги, которые вскоре смогу использовать. И можно ли здесь купить корабли? Пожалуйста, скажи же мне, что тут продаётся какой-то круизный лайнер. Ну что ты кричишь? Су рыбу меня распугаешь. Кто это вообще сказал? А, окей. Кажется, это вы. Я дико извиняюсь. Мне и так тяжело после потери своего сына. Он отправился в путешествие, чтобы изучить новые виды подводных существ, но его нет уже 2 месяца. Слушай, моряка, я вижу, ты крепкий парень. Помоги мне найти сына, а я щедро тебя вас награжу. Каким образом я должен найти вашего сына? Я, конечно, дико извиняюсь. Очень рад был бы вам помочь, но у меня дела. Как я помогу ему найти своего сына, когда я не знаю, где он? Океан большой. Я бы, честно, вам помог, но зато я могу дать вам несколько кокосов, так сказать, в качестве извинений. Потому что я реально не знаю, где ваш сын. Он направлялся на юг. Прошу, найди его. И берегитесь подводных монстров. Я слышал, они опасны. Окей, на самом деле, он продолжает настаивать. Он реально хочет, чтобы мы спасли его сына. И он говорит то, что его сын направлялся на юг. Откуда мне знать, где находится юг? В целом, мы могли бы ему помочь. На самом деле, да, мы могли бы отправиться искать его сына. У меня даже имеется компас. И в теории, секундочку, может быть, мы сможем понять, куда нам плыть. И если мы найдем его сына, получим какую-то награду. Я надеюсь, что я просто устал, потому что только что я увидел то, чего лучше бы я не видел. Вы посмотрите на это. Это, казалось бы, просто остров. Красивый закат. Ну да, но не совсем там какие-то непонятные существа. Что это? Что это за чудовище? Боже мой, что с этим жителем не так, окей? Это какой-то очень странный проклятый остров. И, возможно, мы приплыли. Вот эти странные существа. Про них рыбак нам рассказывал. Окей, нам нужно каким-то образом припарковаться. Так, чтобы меня не съели. Вы просто посмотрите, что меня поджидает под водой. Смотрите. Что это такое? Что это за рыба непонятная? Ладно, аккуратненько припарковываемся где-то здесь. И теперь наша задача безопасно и аккуратно спрыгнуть вниз. Они везде. Они просто везде. Аккуратно выпрыгиваем. Окей, выходим из воды. Они везде под водой. Жесть. Окей. Главное бы нам не умереть. Я так понимаю, где-то здесь нам нужно найти сына того рыбака. И здравствуйте. Вы, вы, вы случайно не видели? А, а, а. Окей, тихо, тихо, тихо. О май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Жесть. Окей, жесть. Что за, что за, о, что за монстры? Нет, 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 нет. Быстро выныриваем из воды. Они сзади меня. Они все сзади меня. У меня ровно 2 хп. Я взял факел, чтобы хоть что-то видеть. И тут очень опасно. Быстро едем кокосы. Окей. Нужно всех убить. Возможно, где-то здесь спрячется его сын. Меня смущает тот факт, что я нахожусь на грани между жизнью и смертью. Нет, нет, нет. У меня ровно 2 хп, пожалуйста. Я не хочу умереть, окей. Это, видимо, какой-то проклятый остров. Возможно, мы даже найдем его сына, но не живым. Кушаем немного кокосовый. Что это такое? О, что это? Секундочку. Какая-то... КА-КАМЕРА! Что? Что это такое? Что? Это за все число? Что это? Что это такое? Это не червь? Это, боже мой. Что это вообще такое? Нет, это какой-то ужас. Это какой-то ужас. Он кричит. Он еще умеет кричать. Что это за гигантский подводный червь? И о, смотрите, какой дошитель. Возможно, это и есть. Это и есть сын того рыбака. Ухи нам нужно его спасти. Каким-то образом нам нужно его спасти. Тут есть вода. Но как я убью этого червя? Боже, он огромный. Вы посмотрите на это. О, создание. Нет, 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 нет. Не для этого я становился рыбаком, чтобы меня ты съел. Давай, инопланетная акула, не толкайся. Тихо, тихо, тихо. Тихо, окей. Мы смогли ее убить. Так, я иду за тобой. Роберт Джейксон, как тебя зовут? Я иду за тобой. Но сначала нужно найти способ, как нам избавиться от этого гигантского червя. Он смотрит на меня. Он вылазит из-под земли. И самое страшное, наверное, это то, что он умеет кричать. Не делай этого. Как насчет того, чтобы съесть кокосика и в тебя немножко пострелять? Что? Секундочку, он не получает урона? Нет, он не получает урона. Ему абсолютно плевать. Ребята, что это у вас за хаос? Невидимые существа. Гигантский подводный червь. Что еще? Я не знаю об этом ролике. Что еще? Я не знаю об этом острове. Окей, быстро. Избавляемся. О, май гад. Тихо, тихо. Два сердечка. Два сердечка. Полтора хб. Не смейте ко мне приближаться. Окей, хотя бы вас я могу убить с помощью своего пиратского пистолета. Но червя, червя, видимо, придется убивать вручную. Я не знаю, смогу ли вообще, особенно когда он так сильно рычит. Но я заметил, что когда он рычит, он отталкивает меня назад. Серьезно? Это что вообще за ужас? Аккуратненько наносим ему хотя бы один удар. Серьезно? Он меня не подпускает. Как его убить? Как убить существо, которое не получает урон? Я начинаю понимать, про каких существ там ковырил рыбак. Вот оно. Подводное чудище. Подводный монстр. Возможно, он еще не один. Возможно, их таких же много. Хватит меня толкать. Ты просто подводный монстр, который всю жизнь находился в этой пещере. Ты просто на всех подряд кричишь. Окей, пришло время тебя убить. Стой. У меня 4 хп. Пожалуйста. Пожалуйста, умри. Это мой единственный шанс. Аккуратно. Прыгаем ему на голову. И он мне загнал всю пещеру. Окей, только этого нам еще не хватало. Я в твоей пещере умирать не буду. Конечно, ты думаешь, что смог меня переиграть и закинуть в ловушку. Но у меня есть интерперлы. Аккуратно. Я могу к нему телепортироваться. И знаешь ли ты, что я своим щитом могу обороняться? Кинам интерперлы. Моя задача его убить. Любой ценой. Моя задача его убить. Кинам интерперлы. О, май гад. Тихо. Я могу умереть. Я просто могу умереть. Использую свой щит. Мне нужно его убить. Пока я использую свой щит, он ничего мне не может сделать. Он пытается меня укусить. Но у него просто тихо не получается. Боже, какой же ты страшный. Мне кажется, пришло время заканчивать этот бой. О, май гад. О, май гад. Я не могу поверить. Я только что его убил. Как только я сразился с этим гигантским подводным монстром, я понял, что в этом мире полно мистических существ, которых, видимо, мне придется встречать. И после того, как я спас сына рыбака и вернул его своему отцу, я решил ненадолго остаться на острове. Обосновался в одном из домиков жителей. Зачаровался с помощью наковалин. Как вдруг я встретил его. Бобрик, не лечи, все нормально. Что вам от нас нужно? Пожалуйста, помоги. Все в деревне говорят про твою отвагу. У меня украли дорогой меч, и не впервые. Найди, пожалуйста, этого воришку. А я взамен тебе заплачу. Я, конечно, все понимаю, но я не местный Шерлок Холлс. А что ж ты киваешь своей головой? Окей, дорогой мой житель, каким образом я могу тебе помочь? Кто-то украл у него алмазный меч, да, в этой деревне? А какие-то странные жители. Вроде как спокойные. А он, оказывается, вор. Как ты хочешь, чтобы я нашел твой алмазный меч? Вообще, где ты? Окей, вроде бы как это он. Они все на одно лицо. Как можно понять, кто из них украл алмазный меч? Я в последнее время здесь изображаю рыбака. То есть, поначалу я был моряком, теперь я рыбачу. Так же, как и тот рыбак, с которым мы общались ранее. Правда, у него не клюет, у меня клюет. Между прочим, иногда появляются очень даже неплохие предметы. Например, о, поводок, поводок. О, секундочку, поводок и алмаз. Ладно, алмаз мне не особо нужен. А вот поводок очень даже будет мне полезен. Смотрите, я уже успел получить себе яблоко. Какие-то мешочки с сокровищем. И эти мешочки, внимание, когда я их активирую, я постепенно получаю различные предметы по ноже мертвого моря. Кажется, я рыбачу где-то не там. Однако, как бы там ни было, я не имею понятия, как мне искать этот потерянный алмазный меч человека. То есть, возможно, он где-то в воде. Возможно, его уже просто кто-нибудь положил себе в сундук. Как, например, я. У меня уже огромное количество сундуков с разными непонятными предметами для меня. И так же, Бобрик, мы отправляемся с тобой искать алмазный меч. Правда, впервые я вижу жителя, который так сильно торопится. Смотрите, куда этот житель бежит. О, мэй гад, куда этот житель бежит? Бобрик, Бобрик, быстро, где ты? Бобрик, быстро, лови след, помешали. Я знаю, что этот житель с ним явно что-то не так. Он лезет в гору. Я такого еще не видел. Главное, Бобрик, не высовывайся. Тихо, Бобрик, не издавай лишних звуков. Мы его сейчас поймаем. Это какой-то странный житель, который поднимается на гору. И он либо воришка, либо просто странный житель. И оба варианта нам подойдут. Посмотрите, куда он там поднимается. И так, о, мэй гад, что он там делает? Смотрите, что он делает? Он на что-то высматривает. У него там какой-то булыжник, какая-то своя база. Стоп, стоп, Бобрик, 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 пожалуйста. Бобрик, иди ко мне. Бобрик, не издавай лишних звуков, пожалуйста. Будь осторожен. Окей, этот житель с ним явно что-то не в порядке. Я думаю, он воришка. 100% он воришка. О, мэй гад. Тихо, 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 он чуть меня не смолил. Окей, что он здесь делает? У него как будто бы своя отдельная база на этой горе. И смотрите, он куда-то уходит. Тихо, 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 только не поворачивайся ко мне. Все, он ушел. Мне кажется, Бобрик, все в безопасности. Бобрик, что ты воешь на луну? Вы посмотрите на эту картину. Я уже думал, вор это или нет, но он сам себя сдал. Причем тут еще какой-то сундук. О, секунду. Золотые слитки, изумруды, алмазы. Добыча 3? То есть он не только у одного жителя своровал. Это, видимо, какой-то местный воришка. И он ворует просто у всей деревни. Поэтому знаете что? Мы дождемся утра и вернем тому, кому это принадлежит. Надеюсь, я вообще его найду. Я пришел посмотреть на танцующих жителей на фонтане. И вместе с ними, кстати говоря, нашел лавку с коллекционером. Посмотрите, он коллекционирует каких-то бабочек. Какие-то... О, май гад, что это? Сияющее зачарованное золотое яблоко. Трезубцы Ока Эндера. Да ты какой-то слишком крутой житель. Ну ты хоть посмотри на меня. Вот, держи свой меч. Все, меч ему мы вернули. В теории, работу свою мы выполнили. О, ты правда его нашел? Наконец-то я восстановлю свою коллекцию. Ты молодец. За храбрость я подарю тебе одну из своих очень редких безделушек. И тебе тоже, пожалуйста. Все, мы восстановили его коллекцию. И он мне выдал какую-то горн-ракушка. Лучше бы дал мне поесть. Что? Ладно, коллекционер, спасибо. Все, бабрик, пойдем. Не трогай, не трогай ничего. Мы получили какой-то абсолютно бесполезный предмет, который называется горн-ракушка. Призывает капитана Корнелию. Нам пора с этого острова ублывать, потому что это выживание началось в океане. И он меня манит. Потому что мне нужно вернуться туда, с чего все началось. Я сейчас вам покажу как раз свой новый корабль, который я немножко успел прокачать. Однако раньше я не видел такого фермера около своего корабля. Смотрите, на моем пляже появился какой-то фермер. И он тут устраивает кемпинг. О, ты уже уплываешь? На прошлой неделе пропало 5 кораблей из соседнего острова. Интересно, что там творится. Будь осторожен, меня, кстати, Джек звать. В смысле, пропало 5 кораблей? Секундочку. Что тут произошло? Неделю назад пропало 5 кораблей? Окей, вот это странно. Ладно, давайте сначала я вас познакомлю своим новым кораблем. Посмотрите, я немножко его прокачал, добавил большой красивый парусник. И несмотря на то, что он клевый и большой, я все еще не придумал, как именно на него залазить. Поэтому ладно, просто играем Эндер Перл аккуратно. И позвольте, я вам покажу, что у меня наверху. Да, у меня теперь появилась крутая палуба. И здесь наверху я могу теряться на сматровой площадке, высматривать острова. У нас как раз наступает закат, и самое время нам отсюда уплывать. Я заскучился по всей этой атмосфере. И наконец-таки я буду есть свою любимую сушеную ламинарию, потому что от хлеба я уже устал. Мы берем курс направо. И если вы спросите, где же все мои предметы, которые я добывал в деревне, я решил оставить их там. Реально, большинство предметов мне больше не нужно. У меня только есть топор на остроту 5. Все остальное у меня с собой есть. Это красивый, прекрасный корабль. Самое главное, мой тихий океан. И бобрик, который просто сидит. Бобрик, будь осторожен, потому что прямо на горизонте мы видим уже что-то. Внимание, какой-то маленький островочек, окей. Йоу, майка, что это такое, секунду. Там есть еще что-то, что это такое? Это какой-то разрушенный корабль, боже мой, это реально какой-то разрушенный корабль. Секундочку, бобрик, ты за капитана? Что там происходит, смотрите. Это корабль, который, йоу, его просто раскидало, окей. Это какой-то остров, но я не вижу людей, что это? Это еще какие-то корабли. А что они все разрушены? Бобрик, нужно исследовать, я знаю, что ты тоже хочешь. Куда ты собирался идти? Я полагаю, мы высаживаемся где-то здесь и... О нет, снова посреди справа. Снова эти акулы, окей. Это море небезопасное, поэтому нужно быть крайне осторожными. Эти акулы, они плавают совсем рядом со мной, окей. Знаете, что? Мы припаркуемся около этого островка, чтобы высадиться прямо на нем. Все, таким образом нам не придется прыгать в воду. Стой, я забыл его остановить, все. Нам теперь нужно аккуратненько выпрыгнуть сюда. Акулы, не ешьте меня. Бобрик, сиди пока там, что тут произошло? О май гад, что это? Это редстоун и череп, это не к добру. Как только я попал в это место, я почему-то сразу почувствовал, что что-то здесь не так. И поэтому я начал изучать эти затонувшие корабли. Это место нам нужно исследовать. Да, это небезопасно, да, везде плывут акулы. Но если что, я залезу на этот корабль. Смотрите, мы на полу в затонувшем корабле. И здесь почему-то абсолютно никого нет. То есть никаких следов жизни и никаких вещей совсем. Что за розовый корабль? Я здесь в целом ничего не вижу. Ни людей, ни животных, ни живых, ни мертвых. И секундочку, когда что он переберут из жидок, чего? Окей, интересно. Мы заберем все, что в нем осталось. Стейк. Это лучше, чем острые кости. Я, конечно, безумно рад, что съел свой первый стейк за эти 100 дней. Но знаете что? Мне это место очень сильно не нравится. Почему тут так много разрушенных кораблей? Еще два. Еще два разрушенных корабля. Судя по всему, мы их тоже должны исследовать. Но что-то здесь произошло. В этом все-таки, пожалуйста, что-нибудь полезное. Эндер-жемчуги и гнилая плоть. Ладно, заберем, что есть. Здесь у вас еще один корабль. И, наверное, кто-нибудь здесь заштался. Неужели ни одного выжившего? Что? Просто какая-то печь. Секундочку, стоп, это как будто бы какая-то необычная печь. Заберем с собой. Эта печь, кстати, очень не похожа на те, что у меня есть сейчас. То есть, смотрите, эта печь, у которой всего лишь один такой предмет вмещается. Ладно, в теории. Если мы положим сюда уголек, то, о, мэгэ, что это? У нас как эта печь запустилась. И одну минуту, мне кажется, это, наверное, влияет на наш корабль. Так будто как будто топливо. Смотрите, мы ускоряемся. Ну, о, 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 что это? О, май гад. Что это за кракен? Это какой-то огромный кракен. И что он делает в этом море? Нет, 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 я понял. Я понял, что тут произошло. О, он играл на меня. Прыгай, о, май гад. Что? Я только что сделал. Зачем я прыгнул в этом море? О, май гад, он плывет за мной. Он плывет за мной. На чему этот кракен плывет за мной? Берем интержемчики. Быстрее, кинай интерперлу. Пожалуйста, пожалуйста, не трогай меня. У меня ровно половина сердечка. Выставим стейк. Он прямо за мной. Он прямо за моей спиной. Просто бежим. Прыгай в воду. У меня снова одно хопе он меня выбросил. Только не акулы, пожалуйста. Акулы, не трогайте меня. Я знаю, что с ними стало. Их всех убил кракен. Не смей даже ко мне приближаться. Какой же ты ужасный. Он захватил мой корабль. Он реально захватил мой корабль. Я тебя сейчас покажу. Наверняка тебе не нравится, когда я в тебя стреляю. Да, ну, убери за щупальца. Нет, 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 нет. Убери свои щупальца. Он меня поймал. Он схватил меня. Он схватил меня к себе. Пожалуйста, отпусти. Окей, я использую щит. Пожалуйста, телепортируй меня. Пожалуйста. О, 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 я под водой. У меня 2,5 хп. Боже мой. Этот гигантский кракен. Он разрушил их корабли. Если бы не эндерперлы, я не представляю, как бы именно я выживал. Бобрик, не приближайся. Тут слишком опасная зона. Окей, смотрите. Он каким-то образом слишком быстрый. Он еще умеет кусаться. И посмотрите на его жизни. Я почти справился. Проблема в том, что он меня схватил. Он схватил меня. Свои клешни. Нет, 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 нет. Посмотрите на мой щит. Посмотрите на мой щит. Он постепенно ломается. Единственное мое спасение. Это эндерперла. Окей, пожалуйста. Не смей меня трогать. Щит хоть немного пошел. Щит сломался. Щит только что сломался. О, окей. Я успел телепортироваться. Нужно быстро забраться на корабль. Добыть свой собственный корабль. Потому что мне срочно нужны блоки. Быстро вынареваем вниз. Окей. Я скрафчу себе новый щит. Пока этот огромный кракен пытается меня убить. Или пока этот огромный кракен пытается съесть свой корабль. Как он сделал со стальными. Мы быстренько берем. И очень-очень быстро создаем себе новый щит. Теперь у меня 4 хп. Я снил свой предпоследний стейк. У меня есть одна эндерпл. Окей. Я кину ее для того, чтобы у меня было немножко времени. Я поем еще один разок. И стреляем в него. Сука. Единственный способ реально его убить это пить его. Внимание по голове. И у меня есть шанс. Тихо-тихо-тихо. У меня есть шанс. Боже, как же блоку наносит. Тихо. Пожалуйста. Я не должен убирать свой щит. Даже на одну секунду. Все, у меня 2 хп. У меня 2 хп. У меня нет с собой толком еды. Скорее всего, от одного его удара. Я прямо сейчас умру. Я нашел одну стрелу, которую выбрасывал на остров. И у меня есть 2 попытки, чтобы в него... Секундочку, поставь. Давай. Два раза. О, еще один удар. Нужен секундочку. Нужен еще один финальный удар. О, май. О, май. Я только что его убил. Я убил его. Что я получил? Мне все равно я живой. Мне кажется, что мой корабль постепенно превращается в склад с золотом. Просто потому, что у меня реально очень-очень много золота. Посмотрите. 5 стаков золота. И я почти что как пират. У нас, наверное, только одно отличие, что... У них один глаз, у меня два. Я, наконец-то, взял свою отвагу в кулак, чтобы использовать корн-ракушку и призвать капитана Корнелию. Потому что мне интересно узнать, кто это... О, май гад, такой... О, что это за звуки? Куда меня телепортировало? Мне это не нравится. Нет, 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 пожалуйста. Верите меня обратно. Где я? Что это за ледяной маленький остров? Ты кто? Меня телепортировали на какой-то ледяной остров. И я не понимаю, что это такое. Зачем меня все телепортировали? Окей. Призывает капитана Корнелию. Такое ощущение, как будто бы меня к нему телепортировало. Это капитан Корнелию. И почему он в этой ледяной глыбе? Капитан Корнелию, ты хочешь что-нибудь мне скажи? Тебе ты добрый вообще или нет? Мне тебя боятся или мы с тобой чаю попьем? Что там вообще? О, происходит. Что? О, о май гад. О, мой гад, он взорвался. Эээ. Пожалуйста, капитан Корнелию, не бей меня. Боже мой, он взлетел. Наконец-то меня освободили. Я просидел здесь 200 лет. Чувствую запах людей. Как же я голоден. Куда он улетает? Куда он улетает? О, нет, это плохо. Это плохо, мы кого-то освободили. Мне кажется, мы освободили какого-то... Еманов меня телепортировал обратно. И это очень нехорошо. Мы только что освободили. И какого-то злого духа, который хочет меня убить. И так же он говорил про какой-то запах людей. Нашим жителям хана. Я примерно приблизительно помню координаты острова, на котором мы видели фермера и всех остальных. Это примерно тысячные координаты. Поэтому в теории мы должны подплывать. Но пока что... Я, оп, секундочку, что-то видел. Я что-то только что увидел. Там какой-то островок. И мы плывем прямо туда. Я как раз давно не виделся с нашим другом-фермером. И самое время нам с ним поздороваться. Фермер где-то... О, секундочку, что там происходит? А что там блоки летают? О, секундочку, что? Тут все горит, секундочку. О, секундочку, секундочку. Тут все горит, что? О, секундочку, нет, нехорошо. Это нехорошо. Тут абсолютно все горит. Боже, быстрее подплываем. Быстрее, быстрее подплываем, что происходит? А почему все горит? А почему все деревья горит? Секундочку. Что с кораблями? О, это нехорошо. Что с этим кораблем? Боже мой, тут всё разрушено. Нет, это капитан Корнелли. Он был здесь. Он ступал был здесь. Боже мой, тут всё горит. Бобрик, это жесть. Бобрик, это жесть. Суд произошло. Тут реально какое-то разрушение, как тотальное. Бобрик, посмотри, тут произошло тотальное разрушение. Тут деревня просто превратилась в пепел. Я не вижу ничего. Где? А где жители? Где целые дома? Они всё сломали. Здесь на полу везде лежит редстоун. Я думаю, несложно догадаться, что это обозначает. Почему все деревья горят? Это он пришёл и просто всё сломал. Тут уже никак не спасти, типа тут всё. Тут уже всё горит. Все корабли разрушены. Всё горит. Жителей просто нет. И все погибли. Я не знаю, что хуже всего. То, что все жители превратились в какой-то череп. Или то, что это всё из-за меня. Потому что я активировал. Я активировал этот горн. Я, то есть, то есть вы хотите сказать, что я убил всех этих жителей, потому что я признал капитана Корнелио, и он их всех убил? Какой же это хаос? Просто все дома. Я не знаю, каким образом. Что у него за способности? Что за сверхчеловек? Что за сверхсущество? Почему всё абсолютно разрушено? Везде редстон, всё горит. Где мой друг фермер? Тут из леса не осталось абсолютно ничего. Он реально всё сломал. Я вижу, окей. Я вижу костёр. Скорее всего, там живёт фермер. Фермер, где твоя палатка? Фермер? О, фермер есть. Фермер живой? Фермер? Ааа... Ты живой? О, нет. Моя ферма разрушена. Вся деревня горит, и я ранен. Путешественник, это ты? Здесь был очень сильный монстр. Он много кого съел, но есть люди, которые спаслись. Они уплыли, но это чудовище. Может их найти? И дай этому случиться. Я в шоке, что фермер единственный, кто реально сумел сбежать. То есть он выжил, смотрите. У него, правда, тут не осталось, в принципе, дома, но это уже мелочи. Посмотрите на то, сколько редстона везде. О, май гад, вокруг, на полу. Чё это такое? Что это вообще за... Какая-то подсказка? Это как будто какой-то путь. Секундочку. Мы были на ледяном монстре, где встретили этого страшного монстра. И как раз-таки здесь блоки льда. Что, скорее всего, обозначает, что это его следы. В ближайшие 10 дней я шёл по следам и искал этого капитана Корнелио, чтобы отомстить за весь хаус в деревне. Но я понимал, что шансов у меня просто нет. Он способен разрушить целую деревню и уничтожить посёлок. А я просто одинокий моряк. И именно поэтому я решил потратить ещё немного времени, чтобы прокачать свой корабль. И я подготовился к далёкому путешествию. Набрался всех необходимых ресурсов, чтобы встретиться с этим монстром и отомстить. Вау, вот это я понимаю. Такое ощущение, как будто бы я реально живу на корабле. Потому что тут очень крутая атмосфера. Посмотрите, реально крутой большой корабль. Но это, конечно, не круизный лайнер, но я старался. Также давайте я вам покажу, наверное, самое главное. Бобрика, который счастлив. По нему не видно, но он реально счастлив. Наконец-таки за своё очень длинное плавание я смог найти бирку в океане. И теперь мы можем, внимательно, секундочку подойти к наковальне. И, наконец-таки, нашему Бобрику дать имя. Всё это время ты был Бобриком неофициально. А теперь я официально тебя называю... Бобрик! А где аплодисменты? Также, поскольку я долго рыбачил, у меня имеется теперь незеритовый слиток. Очень полезный предмет. И слабость. Бесполезный предмет. Мы просто можем подойти к нашему столу кузнеца. И вуаля-вуаля, порфавор! Незеритовый нагрудник на защиту 4! Кстати, я нашёл какой-то остров. И причём он полностью состоит из льда. Поэтому в теории это может быть какой-то... О, май гад! Намёк к нашему капитану! Здравствуйте! Мне так кажется, что это как будто бы... О, его приспешники! Только я что-то не ожидал, что они все вместе будут... О, становятся невидимыми! О, это не... Тихо-тихо-тихо, это неудобно! Это неудобно! Как мне с вами драться? Они просто становятся невидимыми! И всё же, я вижу, это их огромный здоровый нос! Уходите, уходите! Окей! Оказывается, это немного сложнее, чем я думал. Это какой-то остров, и сделанный он из льда. Это какое-то ледяное дерево. И у них даже есть какая-то подземная территория. Вау, это очень красивое место. Но почему тут обитают вот эти ужасные жители? Это хорошо, что мне выпал новый меч, который называется плавникорез. И у него есть даже способность. То, что за каждое ваше пустое сердце он наносит на 15% больше урона. Также мне послышалось то, что кто-то только что рычал. Но я не вижу нигде никакого медведя, который бы здесь рычал. Что-то странные звуки. Ещё эти подводные ужасные... А, чудовище! Слово! Слово, это звуко! Что произошло? О, май гад! О, май гад! Нет, нет! Стой, стой! Кушаем золото яблоко! О, май гад, капитан Кордели! Тихо, 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 стой! Он то меня отталкивает, то меня тянет, и он даже не принимает мои выстрелы, серьёзно? Ему всё равно? Ему просто всё равно на мои стрелы! Он меня почему-то отравил, и на меня напал ещё один какой-то подводный дракон! Боже мой, что за ужас? Экей, у меня есть тотем. У меня есть тотем. Мне придётся его применить. Что он делал, он меня подбросил? Он поднял меня в небо. Что это ещё за бумеранги? Пожалуйста, успокойся! По неизвестной для меня причине. Я не могу, во-первых, его ударить, а во-вторых, посмотреть на его жизни. Он полностью возродился! У него восстановились жизни, и я не понимаю, как это возможно. Да хватит меня к себе притягивать. Окей, тихо. У меня мало жизни, я ещё и выбросил свой меч, отлично. Паникёр, тупка, гейм, снова в деле. То есть я тебя, значит, бью, а ты в какой-то момент просто берёшь и восстанавливаешь свои жизни. Как минимум, это вроде бы несправедливо. Поскольку мои яблоки закончились, нужно, тихо, тихо, не умереть, полсеречка. Полсеречка, мой тотем. Нет, мой единственный тотем, только не это. Он снова меня подбросил. Посмотрите на его жизни. Он снова регенерирует. Это как минимум несправедливо. Почему ты регенерируешь жизнь? Стой, 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 братан. У всех должно быть по одной жизни, как минимум, у всех так устроено. Он сломал мне на заритой шлем. Каким образом ты вообще сломал мне мой? Тихо, на заритой шлем. Окей, у меня есть немного золота для ещё хотя бы двух золотых яблок. А я так радовался, что у меня спектральные стрелы, но ему абсолютно на них плевать. Окей, значит, что? У меня имеется ТНТ, в принципе. Это на данный момент, наверное, единственная моя надежда. Окей, погнали, 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 погнали. Капитан Корнелио, подойди сюда. И на это ему тоже плевать. У меня нет на тему бессмертия. Мой щит вот-вот сломается. И, пожалуйста, хватит регенерировать. Боже мой. О, боже мой. Боже мой, я убил её. Я её убил. Посмотрите на моей жизни. У меня ровно половина хп. Я убил капитана Корнелио. Боже, что мне выпало? Трёхболтовый шлем. Коралловая пика. Какая разница? У меня пол хп. Я не могу поверить, что дожидаюсь того самого рассвета. Потому что у нас наступает рассвет уже. Сотого дня, окей. Луна постепенно снижается. А это значит, что с другой стороны у нас начинается солнце. Именно так, дорогие друзья, мы прожили целых сто дней на одном плоду. Прокачиваем его в настоящий корабль. Убили боссов и самый главный капитана Корнелио. И на этой прекрасной ноте не забудьте подписаться.